здравствуйте уважаемые слушатели добро пожаловать на наши лекции о русской литературе сегодня мы поговорим с вами о творчестве и литературном кредо максима горького вообще максим максима горького считают писателем познавшим наибольшую прижизненную славу говорят о том что до пушкин толстой достоевский были кумирами современников но в их честь не называли городов так например до практически конца двадцатого века если мне не изменяет память город который сейчас носит название нижний новгород назывался горьким кроме того до сих пор в каждом российском городе или городе бывшему ссср есть или вы ли улице горького мы также книги горького входили в школьные программы печатались многотысячными а то и миллионными тиражами не у каждого классика подобная судьба причем прижизненно и почти самого начала и до конца литературной карьеры горький был самым читаемым прославленным проклинаемым нарицательным писателем русской литературе его подражали не подражали не только стилю его прозы но и стилю одежды каждое новое его сочинение немедленно переводилась на все европейские языки здесь мы видим действительно уровень толстого того времени кстати они были знакомы российская власть реагировала на горького разным самым непосредственным образом николай второй лично распорядился не допускать в академию горького и в знак протеста эту академию покинули чехов и короленко ленин был знаком с горьким и даже 20 лет они дружили и горячо спорили сталин превратил его верховного арбитра по вопросам культуры поэтому такая личность неоднозначная все-таки с людьми такой не просто непростыми очень пассионарными личностями он был знаком и он сам был таким при этом даже самые горячие поклонники вряд ли поставили бы его рядом с толстым так пишет дмитрий быков современный писатель и исследователь творчества горького почти все считали его талант ниже чеховского иные же ниже бунинского андреевского купринского но при этом как мы видим ничем не уступал им этот автор хотя бунина и андреева называли под максимками да вот вы видите на слайде карикатуру где горький наступает большим рядом с ним фигуры не менее значимых русских писателей да например иван бунин был мобилевским гауреатом об этом говорили но при этом вот они стояли как бы ниже уровня и под максимками были количество восторженных отзывов о чисто художественном даре горького тоже сравнительно невелико он брал чем-то иным это была не пластичная выразительность не может быть какие-то особые характеры не даже увлекательный сюжет произведений он брал художественным даже не вымыслом наверное да моральным авторитетом вот моральным авторитетом наверное поэтому он и взаимодействовал так много общался с лениным сталиным да потому что возможно это и хорошо было что он был рядом с такими людьми потому что неизвестно сколько бы еще всего могло произойти в истории россии 20 века если бы не фигура горького рядом со сталином и наибольшим весом обладала слова горького горький обозначил принципиально новый тип художника в россии еще не бывало и потому особенно успешный к славе тиражам торговли его изображениями успех не сводился горький на протяжении 40 лет оставался моральным авторитетом даже для тех кто возможно ненавидел его политических союзников и известность горького всегда была отчасти скандальной он говорил о том о чем принято было молчать толстой взрывавший по ленинскому определению все все и всяческие маски близко не подходил к тому дну с которого горький вел прямые репортажи мы сегодня поговорим об одноименной пьесе пьесе на дне откуда как раз таки и если говорить этим языком транслировал нам темы обсуждаемые в ночлежке максим горький и толстой говорил горькому зачем вы это пишете зачем вы пишете всю эту гадость он недоумевал да но при этом вместе с тем вот произведение на дне она по эмоциональному накалу по вообще по темам которые там поднимают и диалогам которые так ведутся она очень близко произведением достоевского а самому же горькому хотелось не социалистической антропологической революции мы помним с вами что антропов это человек человек как таковой вот что не устраивало горького и он считал что именно человек нуждается в коренной реформе что пишет дмитрий быков о горьком горький писатель полезный том смысле что звучит что учит как всегда и мечтал деятельному отношению к жизни проповедь терпения он яростно отвергал как вредную в российских условиях горький мастерски вызывает от прощения презрения здоровую злобу разумеется у читателей которые читатели которые вообще способен выдержать такую концентрацию ужаса ужас здесь имеется ввиду конечно именно в истории личности которые описываются не скорее тема которая поднимает писать они в смысле жанра горький писатель не для слабонервных но тем кто через него прорвется он способен дать мощный заряд силы да пожалуй это и надежды все по его любимцу нитше предрех нитше философ австрийский что меня не убивает делает меня сильнее и даже ранние произведения горького такие как например мать да они вот как раз может быть для кого-то очень трудные прочтение потому что описывается непростая жизнь матери горького но при этом это произведение которое действительно делают сильнее и это литература которая скажем так взращивает сильную личность поэтому всем советую читать и произведение горького которые основаны на страницах его биографии но мы сегодня поговорим с вами о рассказе горького старуха из эргиль и о пьесе на дне замысел рассказа старуха из эргиль пришел горькому во время путешествия по южной бессарабии весной 1891 года вообще это вы видите на по названию что это история не о русской женщине на из эргиль румынская женщина пожилая произведение это вошло в романтический цикл работ горького посвященный анализу самобытной и противоречивой человеческой природе что имеется ввиду под этим то что низости возвышенность попеременно борются между собой в человеке да и не всегда понятно что победит ну здесь мы обращаемся к самим себе да и тоже думаю что же все таки нас каждый раз побеждает когда возможно добро и зло борется внутри нас в этой книге есть такой момент что есть и жанровые особенности притчи то есть да это рассказ но это еще и рассказ в рассказе и вот те рассказы которые помещены внутрь рассказа это притчи или легенды почему это притчи потому что краткие поучительные истории с ярко выраженной моралью поэтому может быть они местами гротескны может быть герои их либо черные либо белые добрые злые демонстрирующие определенное нравственное качество но при этом благодаря этому можно сделать быстро понять произведение о чем она и посыл автора и так пожилая женщина поведала путнику три истории первое это легенда притчи о лари откровение о жизни из эргиль это второе о самой себе она рассказывает и третье это легенда о данка если вот первое третье да это легенды притчи они носят несколько фантастический характер и не претендуют на достоверность то вот звено которое расположено между ними а именно история жизни самой из эргиль имеет все черты реализма и это как раз структуре и состоят особенности композиции произведения первое это легенда о лари и здесь называют мифом речь идет о жестоком и надменном сыне орла которого прозвали ларой то есть отверженный его по сути похитили вернее его мать похитил орел она была красавица родила от орла сына и после чего орел возвращается к людям да то есть полу орел молодой человек но вместе с тем он не может быть с ними он презирает их законы и так получается что он убивает дочь старейшины которая отказала ему в любви наказание которое придумывают ему люди это обрекает его на вечное изгнание одиночество они не убивают его а бог в свою очередь наказывает его бессмертие и вот в этом как раз и трагедия лары на вольного как птица все этот образ служит по сути предостережением что нельзя игнорировать интересы других и по сути не приходить в чужой монастырь со своим уставом может быть не быть настолько гордым настолько надменным не считающимся другими людьми уважать может быть иногда даже чтить традиции и нравы принятые в обществе особенно если вы только вошли в это общество и вот это уважение это залог мира вокруг да и конечно же мира в самом себе в душе здесь же перед нами молодой человек эгоист который поплатился за свою гордыню и вот такую бессмысленную жестокость поплатился он тем что остался навечно одинок в вечном изгнании то есть вне социума да и по сути вот вот эта вечность бессмертия тоже является наказанием и несмотря на то что он был сильным красивым эти качества ему в данном случае не помогают и когда вот такой трагический эпизод в конце уже когда он приходит к людям и умоляет о смерти они в свою очередь ему в этом отказывают и он даже не может сам убить себя вот и это конечно так печально но в то же время вот гротескно показана мораль что все-таки не нужно быть чуждым гуманному мироустройству и не отворачиваться от цивилизации и разумного да что сделал дикарь ларра и как я уже говорил в промежутке между двумя легендами сама изогиль рассказывает о своей жизни жизнь конечно возможно не удавшийся да потому что она практически прожита она была полна любовных похождений и в общем то здесь в этом фрагменте изогиль как раз перечисляет все свои приключения что она рассказывает о том что она когда-то была роковой красавицей и была безжалостной была до тех пор пока сама не полюбила и тоже была отвергнута и в общем то конечно была даже в плену и спаслась из плена и вот здесь вот такой момент некоторые исследователи даже советуют в первую очередь почитать старуху изогиль не из-за легенд а из-за того как парадоксально сочетаются в себе вот гордыня лавра и альтруизм следующего персонажа которым мы говорим в этой в этом рассказе данка как они сочетаются в самой старухе изогиль что в ней есть и это и это то есть и светлое да и темное и в этом как раз таки опять противоречивость человек живого человека это рассказ изогиль может быть о своей легкомысленной своей бесплодной жизни которая быстротечно и также быстро покинули ее красота и молодость и в общем то что она сейчас имеет на самом деле практически ничего нищая старуха вот которая собственно общается с путником и в конце полностью она задремала он накрыл ее лохмотьями которые были вот но при этом богатый жизненный опыт и конечно множество легенд которые она может поведать другим легенд с моралью с уроком и вот третье сказание где старуха описывает данка это уже по сути антипод на лары это отважный самоотверженный вождь который вывел людей из леса ценой собственной жизни возможно вы о нем уже слышали он вырвал сердце и осветил им дорогу людей на на самом деле парадоксальность опять таки здесь парадоксальность личности в том что племя не поддерживает стремление данка оно неблагодарно оно ропщик да а данка ведом такими своими идеалами своей идеей том что он должен помочь человеку он по сути жертвует собственной жизнью и он это делает бескорыстно потому что в конце мы видим что никто не оценил его подвига а искры горящего сердца будут затоптаны на всякий случай мы сейчас посмотрим фрагмент мультфильма о данка буквально несколько минут где как раз таки вот этот эпизод описывается кинул взор вперед на ширь степи гордый смельчак данка кинул он радостный взор на свободную землю и и засмеялся гордо а потом упал и умер только один осторожный человек боясь чего-то наступил на гордое сердце ногой смельчак данко сжег для людей свое сердце и умер не прося у них ничего в награду себе вот здесь мы видим что герой тоже гордый но при этом гордость его созидательная гордость которая скорее приносит ему счастливое избавление да в данном случае это смерть наверное и не тяготит его он остается верен самому себе это романтический герой он выше общество да но он в другом смысле выше общество да он не понят но он горд осознанием того что он сумел возвыситься над этой суетой жизни он ассоциирует у кого-то он ассоциируется даже с образом христа да что такая мученическая смерть но смерть ради людей ради будущего он ощущает свою ответственность он не гневается на вот это роптание да людей которые сами не могут себе найти дорогу следует за ним но при этом несколько неблагодарны он ощущает свою ответственность и понимает что без него люди не справятся и погибнут вот в этом наверное пафос этого произведения здесь его любовь к людям вот этот альтруизм делает его сильным всемогущим потому что вырвать сердце и осветить им путь это не каждому дано да он претерпевает нечеловеческие муки но вместе с тем он как мессия ведет свою паству к свету к счастью и новой жизни в этом прослеживается да очень ярко прослеживается символизм произведения можно даже здесь найти какой-то может быть политический подтекст но каждый может найти здесь свое да кто-то знанием освещает путь кто-то словом в общем то здесь говорится наверное о миссии человека в его альтруистической миссии его роли в обществе мы вот это добродетель деятельная любовь участие в судьбе мира потому что мы социальные существа вот он подлинный смысл жизни для нравственно чистого человека так считает горький и вот первая и третья части они противопоставлены друг другу в них раскрывается противоречие между двумя разными взглядами на мир да вот альтруистский да и эгоистический как и в любой притче в легендах это все вот опять-таки крайне в крайности представлено в гротеске но зато мораль понятно очевидно темы которые поднимаются в произведение старуха из аргиле это тема свободы здесь она есть и в как плюсе так и в минусе тема любви данка обладал большим любящим сердцем да но чувство чувство привязанности не конкретному человеку к всему миру лара же был полон себелюбия эзергиль полна страсти но ее объекты постоянно менялись вы узнаете об истории жизни сами прочтете произведение уже не буду здесь пересказывать но жизнь у нее была насыщенная и вот писатель отдает предпочтение произведение святой и бескорыстной любви к человечеству они может быть ее каким-то низменным или мелким эгоистическим аналогом конечно же тема роли человека в социуме поднимается она тоже очевидно тема пути да здесь как аллегория до аллегория жизненного пути и исторического пути развития человечества в том числе да вот он данка из тьмы невежества из тьмы дикости людской род человеческий двигается вперед к свету благодаря вот этим одаренным бесстрашным личностям да которые не боятся критики не боятся того что за ними не поймут их не за ними не пойдут но они не могут не двигать человечество вперед вот этот прогресс происходит благодаря таким людям как танкам которые не жалеют себя не жалеет себя ради всего человечества это борцы конечно же тема времени а то поднимается здесь что оно быстротечно и что важно его расходовать правильно да и ценить его вот так например сама героиня рассказчица старуха из Аргиля жила не задумываясь о смысле своих дней своей быстротечности своих лет может быть в каком-то смысле развлекалась но в итоге пришла к тому что судьба ее не завидно и не счастлива ну здесь тоже такое некоторое назидание есть не без этого еще одно произведение которое является знаковым произведением Максима Горького это пьеса на дне самая успешная драма в коллекции произведений Горького она завоевала расположение публики еще при жизни автора и не только на территории России но и за рубежом и до сих пор она ставится до сих пор она вызывает споры не разночтение но по крайней мере такие полемические рассуждения о том все-таки о чем она изначально было несколько вариантов названия это ночлежка без солнца ну вот выбрали все остановились на названии на дне здесь опять-таки символично очень почему что за дно такое имеется в виду да здесь конечно имеется в виду дно социальное дно финансовое и нравственное дно в тех героях которые представлены в пьесе то или иное дно собственно и проявляется да не все там на одном уровне дна находятся все на своем личном мы узнаем истории их жизни и в общем то понимаем кто и что из себя представляет вообще пьеса была написана специально для актеров московского художественного театра и у нее была миссия определенная да для обогащения культурой всех классов общества но вот в итоге да она конечно же как и любое талантливое гениальное произведение вышло далеко за границы художественного замысла и скажем так используя сложное слово у нее у нее очень много трансцендентных смыслов то есть смыслов дополнительных смыслов которые каждый читатель находит для себя не обязательно благодаря такому произведению как на дне не обязательно слава богу оказываться самому на дне но при этом можно вот понять и увидеть то как люди к этому приходят как они оказываются на этом дне пьеса несмотря на успех переживал в свое время и запреты и цензуру и в общем то возможно как раз потому что много у нее может быть толкований на сегодняшний день многие литературоведы сходятся на том что автор имел в виду то что его герой находится вот как раз на дне социальным финансовым нравственным и в этом и кроется смысл произведения называют пьесу социально-философской драмой да там нет особого такого закрученного сюжета особой такой яркой кульминации но при этом в большей степени состоит она из диалогов героев обитателей и вот в этих диалогах как раз скрывается смысл и замысел произведения она развивается линейно в хронологическом порядке никаких там рассказов рассказе кроме того что некоторые герои могут немного поведать из своей жизни каких-то историй это в общем то произведение которое можно отнести к критическому реализму или социальному реализму где происходит акцентуация внимания публики на социальной несправедливости и вечном конфликте между бедными и богатыми но потом вот и когда вы будете читать вы поймете что на самом деле вот этот конфликт он больше в умах людей потому что те герои которые опять таки обитают в ночлежке они иногда и сами не хотят с этого дна уйти потому что каждый там в общем то по сути находится не просто так и не может уже изменить свои жизни суть пьесы Горького заключается в изображении дна его обитателей он хотел показать в действующих лицах пьесы маргиналы людей униженных жизнью и судьбой может быть отвергнутых обществом и разорвавших с ним связь по сути вот не имеющих возможно пути возвращения в это общество есть конечно тлеющий огонек надежды в том что каждый из них опять таки выберется но при этом понимая что многие из них не имеют будущего хорошего счастливого будущего и вот они живут в этой ночлежке спорят о любви честности правде справедливости но местами это напоминает некоторую демагогию да рассуждение некоторая патетика но горький показывает нам что их вот эти диалоги они лишь пустой звук для этого мира и даже для их собственных судеб то есть к сожалению мысли их не материализовались но все равно мы их видим мы их читаем и начинаем понимать что все таки несут за собой скрывают за собой герои обитатели ночлежки люди с разными жизненными принципами убеждениями но всех их объединяет одно условие они погрязли в нищете они из-за этой нищеты постепенно лишают собственно достоинства надежды может быть веры в себя и вот кого-то нищета расклевает обрекает на верную смерть либо на смерть такую духовную кто эти обитатели они это разорившиеся труженики обманутые это беглецы от опостыревшей реальности например женщина которая называет квашня она сбежала от мужа который в протяжении 8 лет совместной жизни избивал ее естественно больше она не хочет возвращаться она лучше будет жить в этой ночлежке чем терпеть это странники такие как человек по имени лука ну вот непонятно что это за человек он со всеми беседует но есть такое подозрение что он возможно сбежал с каторги это девушка легкого поведения по имени Настя это алкоголики игроки воры ну то есть вот они маргиналы например есть такой персонаж как клещ которому 40 лет работает слесарем и вот также в ночлежке есть его жена Анна которая болеет чахоткой и вот в их отношениях как раз таки просматривается вот эта безысходность вот это одиночество людей да потому что мужу безразлично то как себя чувствует смертельно больная жена она и побивает и унижает он жесток и черств и в общем-то Анна конечно мечтает поскорее умереть потому что жизнь не имеет смысла и в общем-то некому ей даже помочь после смерти Анны судьба тоже героя оставляет немного шансов и он не может вырваться из ночлежки есть еще такой персонаж как Бубнов который когда-то владел меховой мастерской но сейчас он не может поддерживать себе потенциал к возвращению в нормальной жизни он потерял владение после развода обманутый супруг потому что документы были оформлены на его жену и в общем-то он живет ночлежки но по крайней мере он шьет шапки и как-то пытается зарабатывать вот тот самый странник лука приходит ведет со всеми диалоги ведет себя интеллигентно всем дает надежду всех утешает всем говорит что все у тебя будет хорошо ты там отсюда вырвешься жизнь будет тебе справедлива то есть его цель это может быть подарить вот эту сладкую надежду которая возможно и не случится да и это не избыточное что-то но он не может иначе он всех вот таким образом поддерживает но при этом пытаясь наладить со всеми отношения и раздавая вот эти советы он разжигает еще больше спор между героями и да вот вроде бы такой нейтральный да характер у персонажа но в общем-то вызывает некоторые сомнения что же все-таки он делает в этой ночлежке и почему он ведет себя как праведник да что какой жизненный путь он прошел чтобы сейчас вести такие речи и вот предполагается что как раз обращая внимание на что он говорит что он рассказывает что он скорее всего отбывал срок в тюрьме и сбежал оттуда есть еще один любопытный персонаж которым хочется сказать это сатин человек примерно сорока лет алкоголик журик картежник и таким образом он зарабатывает себе на жизнь он начитанный человек он в общем-то постоянно об этом напоминает что он вот такой вот не лыком шитый но при этом возможно он напоминает самому себе как утешение что его жизнь не напрасна успел отсидеть и вот несмотря на эту образованность и по сути случайные падения да потому что он сидел за за то что участвовал в драке спасая свою сестру спасая честь сестры честные способы существования он не признает то есть тоже это какое-то добровольное добровольная жизнь на дне вот пример именно такой мы сейчас послушаем его монолог который имеет такую романтическую окраску потому что это гимн человеку и звучит этот гимн на дне да на дне опять-таки социальным да и в ночлежке на дне жизни в самых жестоких обстоятельствах в подвале похожим на пещеру если говорить об описании того что из себя представляет ночлежка в котором живут бывшие люди выброшенные никому не нужные и вот что говорит Сати человек может верить и не верить это его дело человек свободен он за все платит сам за веру за неверие за любовь за ум человек за все платит сам и потому он свободен человек вот правда что такое человек это это не ты не я не они нет это ты я они старик наполеон магомед в одном очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека понимаешь это огромно в этом все начало и концы все в человеке все для человека существует только человек все же остальное дело его рук и его мозга человек это великолепно это звучит гордо человек надо уважать человека не жалеть не унижать его жалостью уважать надо выпьем за человека барон встают хорошо это чувствует себя человеком вот такие такого рода рассуждения ведутся в ночлежке и вот монолог сатина звучит как вызов обстоятельствам в которых находятся герои в то же время вызов смирению и утешительному состраданию которое демонстрирует лука в этом вызове созвучие монолога сатина на расставшем на расставшем стране революционном настроении потому что именно такие может быть местами пафосные патетичные речи помогают человеку поверить в себя в свои силы перед читателем возникает вопрос что нужно сделать для того чтобы человек вновь стал человеком и обрел независимость и свободу если человек в своей сущности прекрасен и только строй основанный на эксплуатации не сводит его до ужасающего состояния нужно сделать все чтобы создать условия когда человек станет поистине свободным и прекрасным то вспоминаем да какое время создавалось произведение что это на рубеже веков что это еще трудное время перехода и поэтому конечно здесь есть этот пафос несмотря на казалось бы достаточно простой сюжет и отсутствие вот этих крутых комиминационных поворотов произведения изобилуют темами которые дают почву для размышлений их много это и тема надежды которая тянется через всю пьесу естественно хочется верить в то то что герой выберется с этого дна она витает настроение произведения присутствует в каждом диалоге обитателей но к сожалению лишь косвенно как когда-то каждый из героев попал на это дно так когда-нибудь они мечтают оттуда выбраться вот это теплится маленькая возможность снова вернуться в прошлой жизни где был человек когда-то счастлив это конечно тема судьбы да каждого из героев своя непростая судьба которая привела их в ночлежку и может быть здесь даже есть роль злого рока судьба и его значение для героя судьба может быть произведение движущей силой которую нельзя было изменить что она по сути и свела всех обитателей вместе каждый прошел свой непростой путь прежде чем там оказаться не если же кто-то из жильцов пытается предпринять попытку изменить свое положение и выбраться со дна к сожалению претерпевает крах возможно здесь автор хотел показать таким образом что каждый из них по-своему заслужил такую участь это вопрос это риторика тоже произведение конечно тема смысла жизни который тоже герои постоянно ведут споры смотря на разные возрастные категории каждый из них по-своему разочарован жизни каждый из них потерял интерес перестал видеть какой-либо смысл собственном существовании к сожалению для некоторых лишь алкоголь или какие-то другие зависимости придают краски существования тема правды и лжи это философский вопрос произведения правда проскальзывает и в диалогах и говорится о ее границах если они да потому что каждый герой периодически говорит несуразные вещи да и плюс еще может приукрасить свое прошлое автор поднимает данную тему в произведении потому что рассматривает истину как способ спасения обитателей да он хочет показать героям реальное положение дела открыв глаза на мир на их собственную жизнь что возможно так все-таки жить не стоит да но для этого надо посмотреть правде в глаза это на это не каждый способен как раз возможно здесь еще дополнительная тема самообмана да что человек думает о том что у него все в порядке и зачем ему предпринимать какие-либо шаги по улучшению качества своей жизни и даже тема любви и чувств затрагивается в произведении поскольку дает возможность понять взаимоотношения обитателей любовь к ночлежке даже между супругами любовь да как таковая конечно отсутствует здесь вот единственное что у Насти с бароном да есть отношения но это это конечно не самоотверженное чувство любви преданности принятия само место пропитана ненавистью и всех соединила в данном случае вынуждены да ситуация жизненная общая жилплощадь и вот это чувство несправедливости здесь тема любви и чувств поднимается поднимается потому что произведение витает наоборот равнодушие да как всем людям ну и в общем тоже конечно друг другу они не друзья всегда там постоянно спорят ссориться и тому подобное в пьесе богатая проблематика это и конфликт между обитателями ночлежки но на самом деле в первую очередь это конфликт не друг с другом а с жизнью в целом да тому что человека не устраивает то как сложилось его жизнь это и острый вопрос истины или сострадания да правда или ложь это и проблема гуманизма а точнее вот исходя из того что любви нет да равнодушие это отсутствие гуманизма это вот например рядом с героями да в той же самой ночлежке буквально там за какой-то картонкой умирает Анна и к ней равнодушен собственный муж почему другой должен быть к ней неравнодушен да и вот это происходит на глазах у всех героев и ничего никто ей по сути не помогает но это также и жестокость героев к самим себе что обуславливается их нынешним образом жизни жестокость проявляется через постоянные пьянки драки которые условно что могут с собой повлечь это разочарование в себе и потерю смысла жизни то есть такой порочный круг в котором герои обитают по которому герои ходят точнее и проблема безнравственности поднимается в связи опять таки с образом жизни который ведут герои автор показывает поведение героев такое как проституция воровство азартные игры все что может сопровождать или обуславливать нищету нищету как материальную так и духовную автор показывает это поведение типичное явление для людей оказавшихся на дне социума и здесь конечно прослеживается вот это назидание назидание что к чему может привести и возможно то как не стоит свою жизнь проживать вот ну и конечно то что слова человека не должны разниться с его поступками и с тем что он из себя представляет да они должны иметь какую-то логическую последовательность связь они должны продолжать действия людей а не просто быть как будто параллельной вселенной потому что герои все конечно говорят много рассуждают много но при этом вот либо бездействует либо не подкрепляют свои точки зрения собственно примером собственного жизненного опыта давно ушли в прошлые времена описанные горьким в пьесе но при этом священная для горького потребность пробудить личность ее способность к размышлению постижению сущего не стареет и сейчас вот когда с одной стороны этот вопрос всегда стоит перед человеком и частным человеком может быть перестроить собственную жизнь по-новому взглянуть на человеческие отношения это всегда актуальный вопрос поэтому пьеса тоже не теряет своей актуальности и читатель многое может подчеркнуть для себя читатель конечно думающий да такой который смотрит на произведение как на то что может стать либо примером либо примером того как не стоит жить и вот в этом наверное и секрет пьесы на дне и ценность ее в том что каждый что-то может для себя там увидеть и для того чтобы ни в коем случае никогда не столкнуться с тем с чем столкнулись герои произведения ну все это конечно аллегория и сама сама ночлежка это может может представлять собой больше наверное да духовное состояние человека на этом наша лекция о творчестве Максима Горького подходит к концу очень советую прочитать произведения которых мы сегодня поговорили также конечно роман мать челкаш произведения на самом деле их много и как я говорила в начале лекции довольно в разных жанрах работал да и это и поэзия была да и проза и драма поэтому выбирайте текст который который вас заинтересовал и обязательно познакомьтесь с творчеством Алексея Максимовича или Максима Горького всего доброго спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо